Здравствуйте, дорогие зрители канала Культура Достоинства. С вами Иван Брушлинский. И сегодня у нас в гостях Владимир Губайловский, писатель, программист и финалист премии «Просветитель». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Говорить мы с вами сегодня будем вот про вашу книжку. Вот такую вот замечательную. Она называется «Искусственный интеллект и мозг человека». Если в нескольких предложениях буквально о чем эта книжка? Ну, значит, есть ли в нескольких предложениях то о том, что написано на обложке. То есть есть человек, у него есть мозг. И как это связано с искусственным интеллектом? Да, вот есть человек, у него есть мозг. Что такое мозг-человек, как он работает, никто не знает, несмотря на все усилия. И есть самые разные интерпретации, которые делаются разными людьми, которые строят формальные схемы. И как им кажется, они что-то понимают в том, как работает мозг. Вот мне очень понравилось, прямо как в аннотации написано, главная тема – память человека. Как мозг получает и сохраняет информацию. И другая значимая тема – это компьютерная метафора. Мозг как биологического компьютера. Я так понимаю, что вы как раз писатель и программист, но там, например, не психолог, не нейрофизиолог. Как получилось так, что вы смогли объединить столько сложных отраслей, которые, насколько я знаю, специалисты отдельных специальностей, психологи, нейрофизиологи, не знаю, кто еще этим занимается, нейроученые, в общем, всех мастить. Им это бывает как-то, в общем, сложно все эти темы объединять. Ну, плюс еще, да, те же самые специалисты по машинному научению и так далее, и так далее. Вот как у вас это получается? Кто в этом плане вы такой? Какой у вас опыт? Значит, смотрите. Ну, во-первых, я не один такой. Есть люди, которые очень хорошо понимают, как моделируется мозг. Причем, как правило, это как раз не нейрофизиологи. Нейрофизиологи, как правило, довольно смутно себе представляют, что такое искусственный интеллект. Потому что они занимаются мозгом, а не машинным обучением. Да, и причем они всегда… То есть я не встречал таких… Я довольно многих знаю, то есть людей, которые занимаются непосредственно мозгом, непосредственно, что называется, мокрой биологией. Вот. Но… Они, в общем, довольно скептически относятся к самой даже принципиальной возможности. Чего именно? Реализации… Искусственного интеллекта? Да, искусственного интеллекта. Построение модели мозга. Вот. К таким людям, например, относится Наум Холмский, который всегда, то есть при каждом удобном случае, говорит, что вы занимаетесь полной фигнёй, что мозг вы всё равно не поймёте. Вот. И… А вот те люди, которые, скажем так сказать, шли моим путём, да, они хорошо довольно понимают, как работают формальные языки, как строятся искусственные нейронные сети, например, там, байфские сети, какие-то ещё. А ещё штуки, которые относят обычно к искусственному интеллекту. Им всем безумно интересно. А что они там накопали? Да, я правильно понимаю… Они пытаются что-то увидеть. Я правильно понимаю, что вы базово верите в то, что создание искусственного интеллекта такого же, такой же, там, не знаю, условно говоря, мощности или чего-то такого, как человеческий мозг или превосходящий его, в принципе, возможно? Нет, нет. Вы не считаете? То есть, более того, я считаю, что сколько бы мы ни старались и как бы мы сильно ни продвинулись, очень может быть, что мы построим что-то такое невероятно интересное, вот, но это будет другое. Почему? Почему так сложно превзойти человеческий мозг? Понимаете, даже дело-то не в том… В отдельной… Ну, хотя бы воспроизвести даже. Ну, воспроизвести… Есть такая программа, которую проводит Европейский союз, вот, они пытаются что-то делать, да? На сегодня у нас, ну, банально не хватает вычислительных мощностей. То есть… Их не хватает, насколько, как бы, насколько порядков их не хватает? Ну, я вам сейчас скажу, насколько порядков. То есть, мозг содержит… Ну, там есть разные оценки. Более того, надо сразу иметь в виду, что мы… То есть, не бывает двух одинаковых мозгов. То есть, вот, наши мозги, ваши мозги, мои мозги, они могут отличаться очень сильно. Они будут отличаться по каким параметрам? Я понимаю, что там, во-первых, есть очень важный параметр – это, условно говоря, количество нейронов. И есть, да, то, в какие нейронные сети эти нейроны собираются. Это будет два важных параметра. Да, и эти параметры… Более того, в течение жизни мозг меняется. То есть, сначала… Ну, вот, например, такая удивительная, меня в свое время очень удивившая вещь, что самый сложный мозг, то есть, мозг с самым большим количеством связей между нейронами, да, он у ребенка. Он у ребенка до шесть лет. А разве там много связей? Или там много нейронов, но между ними как раз мало связей, и они отмирают постепенно? Значит, там как раз очень много связей. Нейронов там не сильно больше, но связей там очень много. А, то есть, связей много, и они как бы как раз специализируются постепенно, они отмирают те, которые не нужны, по сути. Да, да, да. То есть, постепенно… Вот дети, они очень часто бывают… У них бывает синестезия. То есть, они, грубо говоря, там видят звук… Видят музыку. Да, видят музыку или там… У них там все еще, так сказать, довольно перепутано. Потом постепенно выстраиваются правильные эти самые схемы. Это понятно эволюционно, потому что, когда сенсоры дают много спутанной информации, очень трудно реагировать, ну, например, на опасность. Потому что на опасность надо реагировать быстро. Вот, мозг становится проще. То есть, зато сигналы идут быстрее. Вот, потом где-то в 12-14 лет формируется префронтальная кора, которая отвечает за социализацию человека. Это совершенно… Вот… Можно ли при этом сказать, что до того, как префронтальная кора сформируется, ребенок никак не будет социализирован? Нет, он будет. Если он совсем не социализируется, да, если у него это не развивается, это аутин. Вот. Это уже нарушение, и нейрофизиологи… Какая особенность социализации как раз происходит, когда формируется префронтальная кора? А вы знаете, формируется главное, наверное, качество – это способность думать с другого. То есть, теория мышления… Theory of mind. Да, да, Theory of mind. Да, вот именно это. Это… Формируется это, и формируется способность сочувствия. То есть, эмпатия и способность примерно представить, что другой человек думает. Да, да. Вот это самое главное. Все-таки, да, возвращаясь к вопросу про мощности. Вот нейроны, нейронные сети, сколько нейронов, например, по оценкам по разным, от до примерно хотя бы? Ну, знаете, вот, скажем, ну вот есть разные там оценки. Вот я вам приведу оценку, которая давалась, и я ее привожу в книжке. То есть, ну, это сравнит недавно, там, 2-3 года. 86 миллиардов плюс-минус 9. Вот, то есть, причем, как вы понимаете, это довольно сильный разброс. Плюс-минус 9 миллиардов. Да, 9 миллиардов, да. Окей, и вот такое количество, да, единиц в искусственной системе возможно ли сейчас воспроизвести? Смотрите, там есть еще один момент, чрезвычайно важный. То есть, 100 миллиардов, ну, будем грубо считать, что 100 миллиардов, это немного. Это мы сделаем. Потому что, скажем, ну, 100 миллиардов, там, ну, это 100 гигов полупроводников, это мы, значит, посадим. Это не есть проблема. Проблема в том, что среднее количество связей между нейронами, оно тоже колеблется, но оно порядка от 1000 до 10 тысяч. Ну, есть разные оценки. Вот. А это, как вы понимаете, еще на три порядка больше. То есть, в смысле, там получается, что вот эти вот, да, там, плюс-минус, около 90 миллиардов нейронов, и как бы у каждого нейрона по 1000 связей? Да. Причем есть нейроны, у которых сотни тысяч связей. Есть нейроны бедные, у которых связей немного, вот, а есть сотни тысяч, и вот даже есть такие, у которых под миллион. У одного нейрона миллион связей с другими. Да, да, да. То есть, у него целый, целый дендридный лес. Вот есть... И тут я должен вот что сказать. То есть, вот, когда, скажем, первая статья вообще, вот я скажу про искусственный интеллект, первая статья, которая называлась... Была посвящена искусственным нейронам сетям, она вышла в 43-м году. Ее написали Маккалок и Пицц. Нейрофизиолог, что характерно, и математик. Вот. Так вот, с их точки зрения нейроны все одинаковые. А вот это вот ни разу не правда. А в современной науке нейроны очень разные. Они... То есть, вообще... Сколько типов примерно выделяется? Ой, вы знаете, во-первых, там есть разные типы связи. То есть, есть электрофизическая связь. То есть, когда... Электричество пробегает. Когда нейроны встык. То есть, если они встык, то сигнал, электрический сигнал, он идет очень быстро. Это, знаете, это такие аварийные связи. Там, беги, там, значит, там... Это то, что называется самыми древними обычно? Они ближе к условиям? Нет, это вы говорите про уже структуры мозга. А это именно структура соединения. Вот. А есть нейроны, которые соединяются через химический синапс. Между ними есть... Отвести. Расстояние. И вот в эту щель синаптическую выбрасывается... Неромедиаторы. Да, совершенно справедливо. Выбрасывается медиатор, и там возникают разного рода задержки. Вот. То есть, связи разные. Значит, нейроны сами разные. Есть круглые, есть пирамидальные нейроны, есть совершенно монструозные такие клетки Поркинье. Вот у них сотни тысяч дендридов. То есть... Вот это принципиально вообще то, что они такие разные? Конечно. Они же разные вещи делают. Ну, например, какие? Вот просто пару примеров. Ну, вот смотрите. Значит, ну вот, например, да, в основном семантическая память располагается на карьере. Семантическая это... Это, знаете, это память «я знаю что». Вот. Есть как бы другой тип памяти. Не «я знаю что», а «я знаю что», когда и где. Это так называемая эпизодическая память. Вот был такой Тульвинг, вот нейрофизиолог, который ввел это понятие. Ну, там существует опять-таки целый веер разных точек зрения о том, как она формируется. Если я правильно понимаю, то есть одна память, она про то, чтобы запоминать какие-то события из нашей жизни, а другая про то, чтобы какие-то скорее теоретические конструкции строить. Понимаете, понимаете, в чем дело? У нас ведь, ну, как вам сказать, у нас нету никаких теоретических конструкций, потому что всякая конструкция теоретическая, она когда-то была событием нашей жизни. То есть, и семантическая память, она просто забыла о том, когда и где. Ну, вот... То есть, вот, например, наши зрители послушают, узнают что-то про то, что есть разные виды нейронов, а потом они забудут, где именно это произошло, но будут помнить, что, в принципе, нейроны бывают разными. Да, да, да. Окей. Да, то есть, я просто вот просто приведу такой пример. То есть, вот, скажем, если вы рассказываете, но теорема Пифагора, там абсолютно теоретическая вещь, вот если вы в классе объясняете теорему Пифагора, в это время рухнет потолок, вот, то эта теорема Пифагора, она останется эпизодической памятью у всех учеников, потому что она будет связана с совершенно конкретным событием их в жизни. то есть, понимаете, вот вся вот эта картинка мозга, да, она, во-первых, состоит из самых-самых разных нейронов, разных их конфигураций, они меняются всё время. То есть, динамическая система. да, то есть, примерно, примерно одно и то же. Ну, вот, скажем, вот мы все слышим что-то, значит, как мы слышим, у нас есть внутреннее ухо, туда подходит слуховой нерв, вот, там есть такие волоски, они колеблются под ударами воздуха, вот, из-за того, что они колеблются, там возникает ионный ток, то есть, электрическое напряжение, оно падает на нейрон и поехали, да, мы что-то услышали. Так вот, если мы с вами оглохнем, вот, то этот нейрон, он перестанет быть, это, он перестанет работать. В результате чего, в результате чего? А вот, знаете, очень-очень простая вещь есть, вот, эти волоски, они очень тонкие, и часто, ну, не часто, но бывает, с возрастом, они становятся менее подвижными, а как только они перестают вот так вот наклоняться, да, бегать там, лево-вправо, да, вот, человек лохнет, у него все нормально, все отлично. А что тогда происходит с нейронами, которые... Они начинают менять свою специализацию. То есть, есть такая штука... Нейропластичность. Нейропластичность, да, конечно, есть нейропластичность и синаптическая пластичность, и это все про то, что мозг, он очень разный. И я просто хочу вот привести такой пример. Есть такая штука, ну, вот, вы, вероятно, знаете, это кахлеарные импланты. Значит, что это такое? Вот, если у человека вот эти вот волоски перестали работать или вообще с детства не работали, да, так тоже бывает, вот, ему говорят, ну, давайте мы вам сейчас электроды туда воткнем и просто будем через микрофон подавать звук. И нормально, и можно, но если человек прожил, скажем там, два-три года в полной тишине, ему этого уже не делают. Потому что, то есть, ему скорее, ему говорят, вот, понимаете, ну, операция довольно дорогая просто, ему говорят, понимаете, мы можем дискнуть, но вероятность очень небольшая, что нейрон проснется и он начнет опять, то есть, опять работать, опять воспринимать звук. Потому что он уже перенастроился. он уже перенастроился, да. То есть, вот, сразу можно сказать, что вот, вот просто есть такой миф, что там мозг используется на 10%, да, вот это, конечно, абсолютно неправда, потому что мозг используется всегда на 100%, то есть, никаких там, то есть, как только лишнее, все, это выкидывается, это перестает работать, это меняет специализацию, вот. Окей, да, кажется, по вашим словам, выходит, что мозг такая офигительно сложная штука. Это правда. Да, и если сравнивать его с искусственным интеллектом того уровня, который у нас сейчас есть, искусственный интеллект, он, как он, проще будет устроен или как в общем, это происходит? Смотрите, я вам сейчас скажу, то есть, сейчас такие хорошие искусственные нейронные сети, вот, многослойные, да, они имеют весовую матрицу под миллиард весов. То есть, ну, бог с ним, что такое весовая матрица, ну, не будем мы об этом говорить, но, тем не менее, для того, это можно как-то сопоставлять с количеством нейронов или это другое немножко? Ну, это скорее не количество нейронов, это, пожалуй, количество синопсов. То есть, связей. Да, вот скорее связей, потому что веса у искусственных сетей, они, вес, это характер передачи данных, то есть, вот, там есть несколько слоев, да, нейронных. Они так называют... Как любая искусственная сеть устроена? Там же есть как-то вход, что-то происходит посередине и выход. То есть, мы туда подаем какую-то информацию, дальше там есть, да, какие-то штуки, там, вот, я даже не знаю, какие, да, которые что-то, что-то дальше с этой информацией делают. Вот их называют нейроны. Этот первый слой так называемый, это слой входа, куда поступает вот эта сенсора, куда поступает возбуждение. Дальше идет один или несколько слоев именно нейронов. А последний слой, это, ну, он называется слой R, то есть, это реакция. А нейрон в вот этой, в искусственной сети, который, ну, именно в искусственном интеллекте, он как бы, ну, то есть, понятно, что такое нейрон в мозге. Там вот его можно увидеть, посмотреть, ну, может, непонятно, сложно, может быть, но как бы, вот, там, фоточка у нас есть, условно говоря, понятно, что это вот такая вот сключенная штука. какой-то. Вот, да, какой-то, да, Ну, обычно вы представляете скорее пирамидальный нейрон. Наверное, да. Что такое нейрон в искусственной инститете? Это просто узел сети. То есть, ну, вот представьте себе, то есть, вот есть слой, да, сюда пришли сигналы от сенсоров, да, а отсюда, из этого слоя, то есть, это узлы. Из чего они сделаны? Как вот это все? из чего они сделаны? Они сделаны из цифры, естественно. Из цифры, в смысле, что это... Кстати, кстати, вот я должен вам сказать, что в первых нейронных сетях они были сделаны не из цифр. Их делали, ну, вот, скажем, первую нейронную сеть, которую делал Морвин Мински, вот, это была такая плата, вот, ну, причем такая, знаете, увесистая. Там было шесть ламп, транзистор, там был потенциомер, переменный резистор. То есть, это была такая вот конструкция. И эти конструкции были между собой как-то соединены. Вот. Сейчас в искусственной нейронной сети их никогда не делают, ну, мне неизвестны аналоговые решения. Это всегда решение... То есть, они работают на мощностях каких-то компьютеров. конечно. Вот. Ну, как бы, там, условно говоря, это любой человек может на своем компьютере создать какую-то нейронную сеть? Какую-то, да. Вот. Это делают с помощью специальных программ. Да, конечно. Есть депозитарии, причем это все на удивление несложно сейчас. Вот. Есть депозитарии, куда выкладывают исходный код там на Пайтоне или на чем-то еще. А, то есть, нейронная... Вот искусственный интеллект всегда программа, по сути, просто. Да, программа. Во всяком случае, искусственная нейронная сеть это всегда программа, да. У нее есть вход, у нее есть код обработки, вот. Она... Ей скармливают какие-то данные, ее как-то учат. Да, но я так понимаю, что как раз то, чем искусственный интеллект отличается от обычной программы, то, что обычную программу ее написали программисты, и она работает так, как сказали. А искусственный интеллект, он вот как-то его так написали, а потом начинают ему скармливать вот это все, он сам как-то вот перерабатывает эту информацию. Ну, понимаете, программы тоже умеют модифицировать свой код и всегда умели. То есть, программы с самым модифицирующимся кодом были еще в 60-е годы, когда они умели там это самое, что-то там... Ну, что, например? Я не знаю, то есть, по какой-то команде вот по какой-то команде он мог поменять плюс на минус у себя и не складывать там числа дальше, а умножать. вот это совсем несложная вещь. То есть, все интерпретаторы всегда это умели. Ну, то есть, условно говоря, сейчас какой-нибудь вот мы возьмем, не знаю, мне программа приходит вот в Facebook, например. Но он же сам себя не будет переделывать там, не знаю... Ну, как... Почему? Нет. Во-первых, самые остроумные программы, которые себя переделывают, это вирусы. Вот. Они себя переделывают просто... У них задача такая. Ну, для того, чтобы преодолеть защиту. То есть, вот понимаете, то есть, вот скажем, антивирусные системы, они как работают? Не все. Но вот самая простая схема, да, они знают, что вот есть такой-то вирус, у него есть такой-то кусок кода, он называется сигнатурой. Вот. Значит, сканируем память, вот там, или внешнюю память, или внутреннюю память. Нашли сигнатуру, значит, это вирус, мочи. Значит, но есть вирусы, так называемые, стелс-вирусы, у них нет сигнатур. Они все время себя меняют. То есть, они себя все время переписывают. И как борются с такими вирусами? Значит, антивирус находит программу и видит у нее какую-то нездоровую активность. Что-то она куда-то лезет не туда. Значит, он может как делать? Он ее может окружить и поместить в песочницу. Он может ей создать... В изоляцию такую. Да, но так, чтобы она не поняла, что она в изоляции. Вот. И да, сказать, вот работай, а мы посмотрим, что ты будешь делать. Если она совершает дальше что-то подозрительное, да, вот тогда мы ее убиваем. Вот. То есть, это... Да, это вот примеры, то есть, антивирусы и вирусы, это вот как раз примеры самомодифицирующихся программ. конечно. Они работают как бы не так, как им сказали, а так, как им сказали, что выполнять заплазбор. Они, вот, у них есть евристические алгоритмы, то есть, они... Словоевристические, что значит? Ну, евристические, то есть, алгоритмы, грубо говоря, можно рассматривать как, ну, двух типов, да. Вот мы написали, вот, если детерминированный алгоритм, да, это алгоритм сложения, умножения столбиков, да, то есть, всегда там один умножить на два, там будет два, там, там, три на ум пошло и так далее. Все, все будет четко и всегда, когда бы мы не подали там, две цифры, 12 и 15, алгоритм будет работать одинаково, да. Евристические алгоритмы, они, они ищут вариант, они пытаются найти вариант. Вот типичные примеры вот такого евристического алгоритма, это вот тот, который я сказал, мы нашли кусок кода, заметили у него подозрительную активность, поместили его в песочницу, запустили, посмотрели. У евристических алгоритмов нету заранее предопределенного образа действий, они в одинаково, при одинаковых входных данных они могут действовать по-разному. и это вот такая штука. Окей, сложная искусственная сеть, современная, она, я так понимаю, может, это такая программа, то есть получается, в которой мы можем загонять какие-то данные, например, не знаю, картинки, чтобы она училась опознавать на картинках какие-то объекты. Я так понимаю, это базовая вообще такая функция нейронных сетей, хотя сейчас они умеют делать все, что угодно, писать музыку, не знаю, изменяться изображения. это штука называется генеративные, да. Вот давайте немножко вот про это. Сложная, вот современная, сложная какая-то нейронная сеть искусственный интеллект, это, конечно, синонимы будут в данном случае, или нет? Ну, во-первых, существуют разные подходы к искусственному интеллекту, искусственные нейронные сети только один из подходов, существуют другие там вероятности. То есть нейронная сеть это разновидность искусственного интеллекта, но в принципе есть и другие, а какие еще есть? Ну, например, есть очень древний и, наверное, первый использованный подход, это экспертная система. Экспертная система это когда у вас на вход подаются данные, мы принимаем решение, к чему они относятся, идем налево-направо. То есть белый-черный там не совсем белый там оказался, то есть это скорее белый, чем черный, иначе мы ушли налево, этой там серой, вот ушли сюда и так далее. И дальше мы двигаемся вот по такому ветвящемуся алгоритму. И в конце концов мы классифицируем объект, как это экспертные системы были первой, первой реально использованной, первые, ну то есть просто был такой момент, когда оказалось, что искусственные нейронные сети не работают совсем. – Это почему? – Вы знаете, ну у них, то есть, это был такой, в общем, довольно, я не знаю, даже можно сказать, что трагический момент. Вот. В 69-м году два очень сильных математика, Марион Минский и, не забыл, Стивен, по-моему, Паперт, вот написали книжку, которая называлась «Перцептроны», вот, где они показали ограничения, принципиальные ограничения, которые дают, ну просто точки зрения математики, да, которые накладываются на искусственные нейронные сети. Вот. В частности, они показали, что искусственные нейронные сети плохо работают на задачах пересчёта. То есть, что в этом трагического? Ну как, хотелось, чтобы они работали, чтобы они считали быстро. Вот. То есть, они показали, что, то есть, есть целый класс задач, да, где искусственные нейронные сети не лучше последовательного перебора. Последовательный перебор, ну вы понимаете, да, это самый тупой алгоритм, какой только можно. Вот взяли всё там, перебрали, вот. Есть целый класс задач, где искусственные нейронные сети не лучше. Причём, и это произвело, ну, то есть, там был просто совершенно невероятный энтузиазм сначала, ну, как всегда это бывает, связанный с, как раз, первой нейронной сети. В связи с тем, что ожидалось, что с помощью их можно будет решить какие-то суперсложные задачи. Оказалось, что нет, есть ограничения. Да, да. И в чём эти ограничения, вот если так? Ну, понимаете, нам всегда казалось, что компьютер делает лучше человеку. Он считает лучше. И казалось, что эти искусственные нейронные сети будут считать ещё лучше, чем последовательный перебор. Оказалось, нет, они не считают лучше, чем последовательный перебор. Там были ещё моменты, но я уж не буду углубляться. Но факт был в том, что очень многие университеты прекратили финансирование этого направления. Что, почему поменялась ситуация в истории, несмотря на вот эту, как бы, трагедию, всё равно вернулся интерес и энтузиазм к ней. Очень, знаете, был такой, да он, по-моему, ещё Ханс, Ханс Моравик. Он, когда, это великий человек, автор, это человек, который сделал так называемую Стэнфордскую тележку, вот, которая стала, ну, фактически, первым беспилотным автомобилем. То есть, вот, значит, он, у него есть такая замечательная фрайл, он говорит, надо просто подождать. Вот. Надо подождать, пока закон Мура всё съест, закон Мура это то, что информация, рост мощностей. Рост мощностей. вот компьютеры там. То есть, и так и случилось, значит, что произошли главные вещи. Во-первых, ну, нельзя сравнивать компьютеры 69-го года с современными. Это просто нельзя, это некорректно. Понимаете, вот, бортовой компьютер Аполлона 11-го, да, если я правильно помню, он в 3000 раз слабее, чем вот сверху, который лежит у вас на стороне. То есть, технологии прям в разы изменились. Это просто нечеловечество. Это привело к чему? К тому, что нейронные сети стали, что способны делать? Значит, ну, во-первых, они стали больше. Мощнее. Да. то есть, вот, я приводил этот пример, да, вот, про эту провесовую матрицу, которая сейчас там под миллиард узлов имеет, тогда она имела десятки узлов, сотни узлов. Вот, понимаете, вот разница. Какие-то, какие-то открыло возможности такое изменение? Это открыло, то есть, это вот один момент. Во-первых, выросли мощности, а во-вторых, появился интернет, а в связи с появлением интернета произошла оцифровка огромного количества данных. То есть, вот, если вспомнить сейчас, да даже 90-е годы, оцифрованных данных было очень мало, а сейчас, ну, просто их море. То есть, появилось огромное количество оцифрованных данных, их можно размечать, появились мощности, и когда эти, ну, действительно, словноподобные уже искусственные нейронные сети стали работать с очень большими наборами данных, оказалось, что это принципиально. Оказалось, что они работают, ну, вот была статья в этом году очень интересная, что они подчиняются своего рода законам термодинамики. то есть, в каком смысле? они ведут себя не как отдельные электроны, грубо говоря, да, отдельные электроны летят там, куда-то хотят, а вот, они ведут себя как пучок, вот, то есть, и, как электронные пучки, а у электронного пучка у него совершенно другое поведение, вот, значит, и оказалось, что они способны очень, очень серьезные вещи делать. Какие самые крутые штуки способны делать современные нейронные сети? Вы знаете, ну, впечатляющие просто для человека. Я вот вам скажу, что меня больше всего поразило. Вот это, это даже не умение их играть в шахматы, то есть, это был такой замечательный эпизод, когда, это был 2018 год, когда в Сайенс, в декабрьском номере, по-моему, Сайенс, в одном из декабрь, был номер посвящен именно искусственным нейронным сетям, вот, и в качестве эксперта они пригласили Гарри Каспарова. Вот, и Гарри Каспаров сказал, что, такую фразу, вот, говори, сейчас происходит матч на чемпионат, финал чемпионата мира по шахматам, вот, в нем принимают участие два сильнейших игрока среди людей, но среди людей, а не среди вообще всех сильнейших игроков. Ну, так бьют уже сильнее, в принципе, любого человека. Ну, он не просто сильнее, то есть, там, как бы, даже и, в общем, даже и... Титанически сильнее. Ну, то есть, они могут играть сейчас только между собой. Вот, там, вот эта программа, которую Дипмайнер делает. что вас впечатлило-то? Даже сильнее, чем это? Даже сильнее, чем это. Вот, это, это, на самом деле, не такая уж сложная вещь. Она появилась, эта статья, которую опубликовала газета Гардиан, вот, значит, это, ее написала искусственная иронная сеть. Статью? Статью, которая опубликовала научный журнал? Нет, это не научный журнал, это обычная, в общем, газета, то есть, ну, такая авторитетная, да, значит, она, значит, почему не надо бояться искусственного интеллекта, статья называется. И вот, это, это, это совершенно, это удивительная программа, которая, она называется, GPT-3, вот, ее разрабатывает такое движение OpenAI, вот, по-моему, их сразу, сразу после статьи Гардиан, по-моему, их тут же купила Microsoft, вот, ну, это, в общем, наверное, я так понимаю, что это дико сложная задача, чтобы машина, программа написала текст связанный. Ну, вообще, невероятно сложно. И вот это уже, это уже можно. Это, да, и вот она, она написала, то есть, ей дали вводную, то есть, ей задали какие-то вопросы, вот, и она написала текст. Но они, правда, они поступили не совсем честно, вот, они попросили ее написать, по-моему, две или три статьи, да, потом их разрезали и склеили. Но они показали, где границы. То есть, что производит, вот, самое сильное впечатление, да, когда, значит, сравнительно недавно журнал «Новый мир», вот такой есть литературный журнал, я тоже к нему имею непосредственное отношение, вот я там работаю в отделе критики, вот, мы опубликовали статью двух филологов, вот, которые, используя генеративную нейросеть, поставили такой опыт. Они взяли не очень известные стихи десятых, двадцатых годов, в основном десятых, по-моему, и вот эта, и эта нейронная сеть, воспитанная этими ребятами, вот, они просто здесь депозитарии, просто свободную сеть скачали и пустили. Вот, значит, она написала стихотворение, а потом они дали эту, они предложили филологу, профессионалу, предложили два текста, один написанный машиной, а другой написанный человеком, но он понял, какой текст написал человек, но он очень, вот, статья чем замечательна, он подробно объясняет, как он понимал, это было очень тяжело, вот, и главное, что он понял, то есть, вот, по отдельным строчкам, да, понять было невозможно, он понял, что вот это написал человек, потому что там он увидел общение, какое-то ощущение, да, он увидел общий образ, вот, он сказал, да, вот это общий образ, и значит, это человек, так вот, эта статья вышла, если я правильно помню, три года назад, вот сегодня, вот этот компьютер GPT-3, да, это не компьютер, это просто программа, да, это тоже генеративная сеть, да, вот, вы знаете, она вполне справляется задачей, с тем, чтобы написать стихотворение, от которого именно целостность? не стихотворение, стихотворение, ее писать, насколько я понимаю, не просили, вот, но, я думаю, что можно переучить при желании, при желании, думаю, можно, да, вот, но статью, в которой она подробно и довольно, надо сказать, довольно убедительно объясняет людям, что не надо бояться искусственного интеллекта, вот, она ее написала. Слушайте, такой вопрос, а время играет какую-то значимую роль в вопросе обучения искусственной сети? То есть, чем дольше она учится, вот она прям качественно будет развиваться? Там, понимаете, это очень по-разному бывает, то есть, там, вот, в некоторых случаях, в некоторых случаях много, даже плохо, то есть, ее можно переучить, вот, это, вот, все специалисты по искусственным нейронным сетям, они знают этот эффект, он называется оверфитинг, вот, это, ну, может, я бы это перевел как переприспособленность, то есть, она слишком хорошо учится, и она слишком точно запоминает обучающие примеры. И дальше она просто их воспроизводит? Понимаете, когда ей дают этот самый пример, которым она не училась, она пытается, она так хорошо училась, она была лучшим учеником, первым учеником, вот, она пытается не придумать какую-то аппроксимацию, приближение, вот, хорошее приближение на основе своего опыта, да, она пытается прям свой опыт применить, он идет такой большой, что она вот прям опыт применяет. Это плохо? Это плохо, конечно, потому что она вот такую гладкую кривую, она начинает вот такой вот кривой приближать, кривой-кривой. Да, я просто так думаю, вот, если сопоставлять раз с человеком, то у людей это как раз вот в процессе обучения вроде как происходит вот это самое накопление, да, и там знания, опыта и всего остального, что приводит к тому, что более опытные, условно говоря, там люди ценятся в среднем цене, хотя это кто-то еще задумался, а всегда ли их вот вы знаете, оказывается, что, во-первых, не всегда. То есть иногда, да, переучиться тоже можно. Дело в том, что вот мы можем сейчас вернуться просто к мозгу, дело в том, что в мозге очень хорошо реализуются механизмы забывания. То есть, вот память, память это здорово, это круто, вот, но все помнить не надо. То есть, вот у меня там есть несколько примеров, вот, в частности, это пример такого человека Шерешевского, вот, который помнил вообще все. Ему прям нужно было учиться, чтобы забывать что-то. И он прям... У него, у него просто был такой внутренний тренинг, когда он учился, да, он... Там он представлял доску, с которой он стирает тряпкой, да, тряпкой. И если я про него помню, ему еще было мучительно прямо от того, что он слишком много помнил. Он прям пришел... Это его мучило. Но самое-то плохое было в том, что у него совершенно отсутствовала способность к обобщению. То есть, он многому понял отдельного, но не мог обобщить. Да, понимаете, а мышление это всегда, всегда способность к обобщению. Слушайте, вот такой вопрос. Вот в вашей книге большой акцент сделал именно на памяти. Почему на памяти? Ну, то есть, есть же еще там много когнитивных важных функций. Это и мышление, и восприятие, и так далее. Почему именно память? Ну, с памяти, во-первых, все начинается. Почему не с восприятия? Начинается с восприятия. Значит, ну, если быть последовательным, то, конечно, да. Конечно, с восприятия. Но я, кстати, там пишу о восприятии, но меньше. Может быть, потому что с восприятием, но все-таки все попроще. Понимаете? То есть, ну, вот скажем, сегодня наши там хорошие, там, ну, вот это был такой знаменитый прорыв, что называется. Да, вот в жизни искусственного интеллекта были плохие дни, типа, вот, там, книжки про перцептрона, там, минские паперта, да, были хорошие дни. Вот, например, победа Деблю над Каспаровым. Вот, это, кстати, действительно сыграло огромную роль. Вот, зима искусственного интеллекта, которые так практически официально и называются, да, она в этот момент кончилась. То есть, люди поверили, что, да, действительно можно, круто, работает, и финансирование пошло. Тут интересно, как, то есть, получается, именно вера людей в технологии те или иные определяет, будут ли они существовать и развиваться дальше. Получается так. Получается так, да, конечно. То есть, в принципе, если по каким-то случайным обстоятельствам какая-то технология в моменте не выстрелит, а может быть, там нужно было немножко на нее еще додавить, да, так может... Понимаете, в чем дело? Там же еще произошел... Вот, почему это, вот, зима-то этого искусственного интересного... Там 70-й год, там 69-й, 70-й, 71-й, 72-й, это вообще очень плохое время, потому что человек, который сделал первый перцептрон, ну, вот эту сеть, там, сенсор, нейрон, этот самый реакция, он ее сделал просто. Он утонул. Он утонул на яхте. Люди, которых я упоминал, авторы первой статьи о нейронных сетях, они умерли один за другим. в 69-м году. То есть, понимаете, там еще произошла такая... Трагедия, серия трагедий. В общем, да, в общем, то есть, с одной стороны, пришли очень авторитетные люди, сказали, что вы вообще фигней занимаетесь, да, а с другой стороны, те, кто мог бы им авторитетно возразить, они взяли все и умерли. тут даже, я сразу вспомнил про то, как обычно шутят ученые, которые летят куда-то на одном самолете, на одну конференцию, одна катастрофа, и все, наука откатывается. на кучу лет. И вот, понимаете, и вот в 69-м, когда умерли Макалок и Питт, просто с интервалом в 4 месяца, вот выход этой книжки, потом 71-й год смерти Розенблата, то есть, это, ну да, в общем, поляна оказалась пустая. Еще был такой, ну это уже, если правильно помню, там это 13-й или даже 15-й год, это Google опубликовал, очень гордились они. Это был пресс-релиз, где они, ну, есть такая игра, найдите кошку. Вот, вам предлагают фотографию и спрашивают, найдите кошку. Вот, на самом деле, человек находит кошку, если я правильно помню, в 16-ти процентах случаев. Вот, но, понятное дело, она не вот, не вот физиономия, там с ушами, она там где-то в кустах, она там где-то кончик хвоста, там и так далее. То есть, вот, ну вот она там есть, да, то есть, если ты ее найдешь... А искусственный интеллект за сколько? Вот, и вот когда он справился с этой, с этой задачей, примерно так же, как человек, вот, Google опубликовала пресс-релиз и сказала, что, ребята, у нас очень крутая программа распознавания изображений. И это действительно... В 20-ти процентах случаев распознавания. Да, да. Тут что-то типа на ум. А теперь они докрутили до сотки, условно говоря, или нет? А это невозможно. Да, невозможно. Это невозможно, потому что ни человек, ни... Там в какой-то момент кончаются формальные основания считать это хвостом и не веткой. Вот, собственно, и все. Да, а в какой момент, в какой момент, собственно, происходит вот этот прыжок от довольно базовых процессов, там, памяти, например, той же самой, к более высоким психологическим процессам, по крайней мере, у человека. Сколько я понимаю, у машины вот этих вот мета каких-то процессов, их не будет скорее. У тебя тут тоже, может, вы скажете, что будет какие-то. Вот. Но у человека, вроде как, да, у него есть, там, да, кроме памяти, кроме мышления, кроме восприятия, кроме других базовых когнитивных функций, уровень выше, уровень, собственно, психический, уровень его картины мира, уровень, ну, представления вообще о том, как все устроено, уровень, там, сознания, уровень я, представления, образа я, то, что называется, да, то есть какие-то вот эти уровни выше. Вот как этот скачок происходит, мы понимаем или нет? Нет. Нет. То есть, нет, не понимаем. То есть, вы знаете, я помню, я был на выступлении Александра Каплана, вот, это очень известный нейрофизиолог и нейропсихолог, вот, и он рассказал такую штуку, он сказал, вот у меня есть два аспиранта, вот, и я поставил перед ними такую задачу, вот, можете вы отличить печальное состояние человека от радостного? Они сказали, да легко. Вот. Дальше они взяли какое-то количество людей. Часть людей были маркированы как радостные. Вот. И уж не знаю, как они их веселили, но, вот, как раз опечалить человека очень легко, порадовать невероятно трудно, особенно нарушено. Ну, каким-то образом они вот решили. И они снимали у них эго. То есть, альфа-ритм, бета-ритм, даже дельта и т.д. То есть, они снимали у них электроэнцефалограмму. После этого... То есть, то, как у них просто мозг в этот момент, какая активность на разных уровнях. совершенно верно. То есть, снимали и кормили этим датасетом, кормили специально воспитанную... Смогли отличить? Нейронную сеть. Да, они смогли отличить. То есть, есть прям значимые различия у радостного человека и у печального человека в том, что они сказали. Да, да, да. То есть, и у них получилось. Они сказали, что вот у нас, у них там есть какое-то количество базовых параметров. Сейчас, собственно, как люди понимают, чего им излагает нейронная сеть? Они напускают на неё другую нейронную сеть, которая долго думает, а потом визуализируют то, что первая нейронная сеть напридумывала. Они, человек там ничего не может. То есть, только они друг с другом могут беседовать. Ну вот, они сказали, вот видите, тут вот типа там вот такой прямоугольник, это вот радостный, а вот тут такой прямоугольник, это печаль. Каплан их спрашивает. Ну, хорошо, ладно, молодцы. Ну, так что же такое печаль и радость? Ну, вообще никого не волнует. Вот мы взяли и там отличили. На уровне мозговой активности. Ну, вот, да, на уровне мозговой активности мы взяли и отличили. То есть, понимаете, ну, есть вещи, которые понятны, да, которые связаны с анатомией мозга. То есть, мы можем довольно хорошо проследить, например, зрительные нервы, там, зрительные тракты, там, визуальный кортекс. Мы можем понять, как происходит разбор слова. Что мы не можем? Куда мы утыкаемся? В какие границы? Да вот мы вот и я утыкаемся. Что с я не так? Ничего не так. Непонятно, что это такое? Вообще непонятно. Вот, знаете, у меня есть такой хороший знакомый. Я вот, кстати, в книжке его процитировал. Он замечательный биолог, вот, Александр Марков. Вот. И, собственно, из его фразы, собственно, и вырос весь мой интерес к нейробиологии. Значит, вот мы с ним как-то разговаривали, и он мне говорит, что, вот, понимаешь, вот, мы понимаем, да, как память устроена, да, как там, как происходит, там, рассинхрой, там, значит, вот, уровень, базовый уровень, там, длительного подавления сигнала, там, поднятия сигнала, там, хорошо, там, как устроен, там, межсинаптический обмен, там, значит, мы это понимаем, мы понимаем, как сигнал проходит, да, мы понимаем, мы даже слова можем определять, которые думает человек, да, то есть, мы более-менее знаем, что вот в этой зоне, там, хранятся... Человек думает про корабль, и вот как-то у него зажигаются те... Про корабли? Да, наверное, про корабли. Те нейронные сети, которые отвечают, да, то есть, ну, то есть... Мирон Перес Хилтон, там, был, или, там, каких-то там зазнаменистей, точно, они специализированы на чем угодно, это можно определить вроде бы... это можно, да. А что не можем тогда? Кто? Он говорит, что вот мы понимаем, как он думает, да, то есть, как принимается решение, как идет сигнал, да, как обрабатывается память, мы не знаем, кто думает, кто, кто это, кто это вообще, о ком? Нет, просто тут сразу, как психолог, как-то я так думаю, ну, то есть, а надо ли это понимать? То есть, это в смысле, это же какой-то другой уровень уже совсем вот этого... Ну, понимаете, как бы... Можно ли сказать, что это качественно отличающиеся уровни? Вот одно дело, это те процессы, которые происходят, которые обеспечивают, а другое дело, это те переживания, которые мы субъективно испытываем. И я, это, например, такое субъективное переживание. Это одна из форм сложных субъективных пониманий. Ну, понимаете, то есть, ради бога, господи, то есть, таких гнилых отмазок, сколько угодно. В чем гнилось, давайте. В чем гнилось? Пожалуйста, то есть, мы говорим, вот такая фраза, любимая, в общем, многими, вот, вот, есть мозг, он состоит из нейронов, вот, но в целом, он, сумма нейронов больше, чем, ну, то есть, там возникает новое качество, и вот это новое качество, это психика. Как-то еще, по-моему, это называется? Ну, ладно, не важно. Ну, неважно, это как, это эмерджентное качество. Да, эмерджентное качество, Значит, ну, это грилая отмазка? Конечно. Почему? Для вас, как для программиста, я так понимаю. но это просто ничего не объясняет. То есть, ну, хорошо, ну, хорошо, пускай там, это эмерджентное качество. Молодцы. Ну, во-первых, мы не знаем, когда оно возникает. Вот, то есть, ну, хорошо, ну, хотя бы укажите тогда порог сложности, что ли, когда это произойдет. то есть, а можно же, по идее, наблюдать, например, генез того же самого «я», наблюдая за развитием ребенка? Потому что кажется, что он рождается не вполне с этим «я», но постепенно оно вот формируется у него. Ну, видимо, да, видимо, можно что-то наблюдать, но я, я, я вот, вот какую-то, мы, мы хорошо знаем, как происходит эволюция коры. очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем, как происходит эволюция там других отделов мозга. Там, 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 все эти зоны Бродмана, там, все это, это, это мы можем просто, вот, я не знаю, чуть-чуть не помещено проследить. А где там я? То есть, это утыкается в то, что у нас, у нас как раз, очень бедные и скудные методы психологического исследования, получается? То есть, это же, по сути, вот, как раз уже не уровень мозга, а уровень, вот, какого-то надкачества этого. Ну, вы понимаете, функции или продукты, или процессы, которые на основании работы мозга происходят. Это, вот, я, это же, ну, обычно, нас так просто это мучает, да, психологов, вот, что, конечно, безусловно, как это, все психические процессы обеспечены работой головного мозга, но они к ним не сводятся. Вот, и вот, то есть, я этот вопрос, собственно, которым занимается психология, изучать которую можно только с помощью, там, ну, субъективного самоотчета, например. Вы знаете, или, там, может, анализа поведения до какой-то степени, но это уже будут не такие числые данные. Я однажды натолкнулся на такое объяснение, я вот, к сожалению, не помню, кому оно принадлежит, вот, значит, оно было таким, вот, представьте себе мозг человека, да, и представьте себе, что это большой континент, и, значит, с западного берега дорогу строят психологи, которые все время там углубляются, чего-то разбирают, а с восточного берега там строят нейрофизиологи, и однажды они встретятся, и все поймут. Там два моста скорее будет. Вот, значит, на что, на что было такое дано возражение? Вы уверены, что они строят дороги на одном континенте? Вот, я вот тоже не уверен, что они строят дороги на одном континенте, вот, то есть, почему память? Это просто, потому что, хотя, наверное, самое интересное, это чувства, вот, которые тоже, кстати, можно исследовать, но тогда нужно подключать просто не только нервную систему, не только там, ЦНС, или там, еще, нужно подключать просто эндокринную систему, эндокринную систему, отчасти иммунную систему, которая во многих случаях ведет себя как, действительно, как сеть нейронная. То есть, это лимфоциты, они общаются, там, и так далее. я просто как бы, то есть, я совсем не понимаю, как моделировать эндокринную систему, это, это, очень тяжело, ну, не представляю себя, то есть, мне, мне неизвестны, хоть какие-то, там, ну, я не знаю, подходы, к этому. Слушайте, а память, память, память понятнее, да, то есть, ну, грубо говоря, почему память, потому что ищем под фонарем, вот, собственно, и. Понятно. То есть, мышление, например, будет, мышление, пожалуйста, мышление можно, но, в том виде, что такое, если мы дадим определение мышления, последнейших мыслительных операций, видимо. Нет, можно сложных, но это системы принятия решений, накопление данных, там, анализ данных, принятие решения на основе данных. Ну, еще точно так же, как искусная сетка работает. Вот, да, сложнее, но принцип-то тоже. Но у человека что-то еще. Как это, есть вход, есть вот эта коробка, есть выход, в виде решения? Ну, нет? Что-то еще есть. Что-то еще есть. Интересно что? Что-то еще есть. Но, понимаете, вот, вот есть у человека такие клетки, они называются нервные клетки, они расположены на эпителии тонкого кишечника. Они называются энтерохромофинные рецепторы. Они, к каждому такому рецептору подходит нерв. И соединяется он синапсом, самым настоящим, вот, а нейромедиатором там работает сертонин. И вообще сертонин там и выделяется. То есть, в частности, в тонком кишечнике. Так вот, этих клетчек, их 50 миллионов. Их почти столько же, сколько рецепторов, ну, глаз больше все-таки, но порядок примерно-то лучше. Это про то, что мы сконцентрированы на мозге, но мало изучаем нервную систему на уровне всего организма? Мы стараемся это изучать, но просто мозг, он очень сильно и много занимается нашим телом. Да. Вот. И это, и что он там делает? Вот, существует довольно такая сильная теория, что, вот, если человек лишить сна, обычно про человека не говорят, говорят обычно про кошек, собак, но вот, если их лишить сна, ну, будить все время просто. Вот. Первое, что у них происходит, это эрозия кишечника. То есть, мозг, он кишечник чинит. Там очень-очень-очень тонкие, и наш кишечник едва ли не самая нежная ткань, которая у нас вообще есть. То есть, я не случайно сравнил его с глазами. Вот. То есть, его все время надо, вот, мозг, человек засыпает, да, мозг начинает чинить. Он там кишечник чинит. Он вообще во сне происходит такая уйма всяких дел, вот, и что там? Машина не спит. Вот. Машина никогда не спит. И нужно ли ей... То есть, мы можем, конечно, придумать, наверное, такой механизм, который будет еще и спать. Вот. Но, честно говоря... Про то, что человек в целом как организм устроен, конечно, ну, сложнее, чем искусственный интеллект. То есть, он занимается не только тем, что он, да, обрабатывает информацию, принимает решения, он вообще-то еще в реальности существует, ему необходимо поддерживать свое функционирование с помощью, ну, попросту питания, да, там, не знаю, ну, и еще 20 правильных процессов происходит одновременно. Мы намного сложнее. Можем ли мы... Ну, это, кстати, да, тоже то, в чем часто, насколько я понимаю, психологи упрекают как раз, да, и там, ну, нейроспециалистов, скажем так, именно в том, что они сильно сконцентрированы на мозге, на процессах принятия решения, хотя, как бы, да, ну, человек устроен сложнее. И... Ну, он не просто... Можем... Тут скорее получилась вопрос, там, да, в итоге, ну, не столько, сколько мы можем повторить, например, мозг, воспроизвести его, а насколько мы можем там глобально в будущем воспроизвести такую же сложную систему, как человек. И это, кстати, нас подводит к вопросу про роботов, но кажется, что сегодня мы про это уже поговорить не успеем. Может, нам нужно еще раз встретиться? Ну, давайте. Давайте. Про роботов было бы шикарно. Давайте про роботов еще поговорим. Но, знаете, я уж тогда скажу последнюю фразу. Вы знаете, вот прямо уже про следующий наш разговор существует проблема кисти. Проблема, которую решают робототехники. А в чем проблема? Проблема в том, а надо ее делать. Кисть? Да. Нужна ли кисть роботам? Да. То есть это мы до сих пор не знаем, что для решения... Вот для... Она очень хорошая, да? Наша кисть. Правда, замечает? Шикарная, да. А вот она оптимальна. То есть если мы рассмотрим довольно широкий класс универсальных задач, универсальных задач, мы не знаем, оптимальна она или нет. Может, не пять надо пальцев, а восемь. Может быть, нам нужны пальцы не с тремя составами, а с пятью. Может быть, нам нужны щупальцы, а не руки. Ну, так это же просто надо экспериментировать, создавать разные, смотреть, что футы, для каких задач нужно. То есть и у нас, получается, вот в той же самой работе, у нас две совсем разных задачи. Одна задача сделать хороший, классный манипулятор, который будет там все делать, а другая задача, которая сегодня тоже стоит, сделать руку человека. И это две разных задачи. Ну, и это про то, что, кажется, нам нужно побольше инженеров, ученых и всех прочих людей, которые будут этими задачами заниматься. Ну, видимо, у нас, насколько я понимаю, сегодня как раз работа-то она, по-моему, не испытывает особого недостатка, потому что я не знаю, куда ты... Ну, я не знаю, все, 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 все этим интересуются, ну, и потом они уже приходят все-таки. Хорошо. Мне кажется, что да, вот хотелось бы еще, конечно, потом встретиться, пообщаться. Мне кажется, много мы еще чего недообсудили. До новых встреч. Спасибо. С удовольствием. Всего доброго. С удовольствием. Как? Субтитры создавал DimaTorzok